Привет! Вы смотрите тележурнал «Виртуальный мир». В студии телеканала ТНТ «Онега» я, Никита Власов, и у меня для вас несколько новостей из мира информационных технологий. Вот, например. Совсем недавно мы рассказывали об оригинальном десктопе с заменяемыми блоками. Сегодня у нас история про имеющие модульную конструкцию наручные часы Blocks. Идея проекта в том, чтобы дать пользователям возможность самостоятельно выбирать конфигурацию гаджета. Предполагается, что владельцам часов будут доступны различные типы дисплея, разнообразные датчики камеры, процессорные блоки, модули памяти, дополнительные аккумуляторы и прочее. Пользователи, которым нужен фитнес-трекер, выберут модули с акселерометром, гироскопом, магнитометром, датчиками температуры и сердечного ритма. Те, кому понадобился компаньон для смартфона, оснастят часы микрофоном, блоком для установки сим-карты и тачскрином с распознаванием жестов. Любителям природы пригодятся GPS-приемник и емкая батарея. Сменные модули предлагаются выпускать в виде звеньев для браслета, скрепляющихся друг с другом при помощи специальных штырьков контакта. Со временем пользователи смогут менять устаревшие или вышедшие из строя блоки на новые, а также расширять функциональность часов. Вероятнее всего, уже скоро будет организована компания по сбору средств на притворение идеи в жизнь. В общественной копилке Kickstarter с успехом профинансирован проект чудесного кольца с оригинальным названием Ring. По задумке разработчиков, владельцы Ring при помощи жестов смогут взаимодействовать со своими портативными устройствами, вводить рукописный текст, получать различные уведомления и так далее. А еще, гаджет каким-то образом пригодится при совершении электронных платежей. Ring предлагается носить на указательном пальце. Интегрированные датчики движения отслеживают действия пользователя, передавая данные на смартфон или планшет по беспроводной связи Bluetooth с низким энергопотреблением. При помощи жестов можно, скажем, изменять уровень громкости в мультимедийном плеере или переключаться между задачами. Сопутствующее приложение для Android и iOS позволит задавать собственные команды. Кольцо способно распознавать рукописный ввод. Для этого достаточно просто начертить пальцем нужное слово в воздухе. Уведомления отображаются в виде светодиодной индикации. Кроме того, есть интегрированный вибромотор. Поставки должны начаться в июле. Общественная копилка Kickstarter помогла энтузиастам собрать деньги на реализацию проекта оригинального устройства управления компьютером Kings Assembly. Изделие по задумке разработчика объединяет достоинства стандартной клавиатуры, мыши и аналогового джойстика. Kings Assembly состоит из двух функциональных модулей для рук, каждый из которых содержит 30 основных клавиш, панель с пятью кнопками для большого пальца и двухосевой аналоговый мини-джойстик. Кроме того, в блоке интегрирован оптический лазерный датчик для контроля перемещения курсора мыши. Джойстики Kings Assembly можно использовать в обычном режиме или в качестве вертикального и горизонтального колес прокрутки. Раскладку пользователь волен настраивать самостоятельно, причем установки сохраняются непосредственно в памяти контроллера, что избавляет от необходимости устанавливать дополнительное программное обеспечение или драйверы. Всем потенциально заинтересованным гражданам интернет-провайдер и поставщик цифрового телевидения в Петрозаводске и Карелии компания «Сампау» сообщает об исключительно выгодных условиях подключения тех самых двух услуг интернета и цифрового ТВ. Предложение, как сообщает сайт провайдера, действует в течение марта. Подключив пакет два в одном, клиент сразу же почувствует ощутимую выгоду. Пока действует акция «Стоимость установки приставки цифрового телевидения 2700 рублей», а ежесуточная абонентская плата за интернет на скорости 20 мегабит в секунду всего 6 рублей. Провайдер обещает, что экономический эффект к концу года составит 1800 рублей. Более подробная информация на сайте провайдера по адресу sampo.ru А на сегодня у меня, пожалуй, это вся информация. С вами был Никита Власов. Увидимся ровно через неделю, там и посмотрим, что нового произойдет в причудливом мире информационных технологий. Пока! Генеральный спонсор программы ООО «Связь-сервис»